Всем привет! Сегодня я повторю еду из игр в реальной жизни, а именно из Майнкрафта, Фортнайта и Геншин Импакт. Я думаю все знают, что в Майнкрафте из яблока и 8 слитков золота можно скрафтить золотое яблоко. Так вот, сегодня мы его повторим. Для него нам тоже понадобится 8 кусочков пищевого золота и яблока. С него и начнем. Для удобства его нужно насадить на палочку. А чтобы его сделать вкуснее, кукурузный сироп отправляем в сотейник. К нему добавляем сахар и немного воды. Варим карамель. Как только она достигла 150 градусов, готово. Можно снимать с плиты. Остается добавить пару капель красителя и замешать. Все, теперь в красной карамели нужно искупать яблоко. Чтобы она покрывала его со всех сторон. После застывания получилось очень красиво. Теперь смачиваем кисточку в воде и немного увлажняем поверхность яблока. Для того, чтобы золото к нему легко прилипало. Теперь возьмем пищевое золото и максимально аккуратно приклеиваем его на яблоко. Сусальное золото сверхлегкий и тонкий материал. Для работы с ним нужно иметь очень хорошие нервы. Аккуратно лист за листом покрываем яблоко со всех сторон. Теперь оно полностью золотое. Осталось только снять его с палочки. Вот как выглядит золотое яблоко в Майнкрафте, а вот так в жизни. В принципе довольно похоже. Но самое интересное, что и в игре, и в жизни оно имеет высокую ценность. Так как теперь цена этого яблока целых 50 долларов. Давайте его попробуем. Яблоко с карамелью всегда идеально сочетается. А что касается золота, так оно полностью безвкусное. Это было просто. Переходим к более сложным блюдам. Мы повторим торт из Genshin Impact. Я выбрал именно торт, потому что Genshin Impact отмечает годовщину. 4 года с дня создания игры. Это увлекательная игра с открытым миром. И играть в нее можно на iOS, Android, ПК и консолях. Кстати, сейчас стартовало обновление 5.0, где появился новый регион Атлан, вдохновленный Латинской Америкой. В версии 5.0 вы получите нового персонажа Кинича, Ловкого, как Человек-паук. А в следующем обновлении 5.1 будет доступен персонаж Шиланин, Искусный Кузнец. И еще много всего нового. И самое главное, сейчас у вас есть последний шанс получить бесплатно постоянного 5-извездочного персонажа и 1600 Камней Истока. Чего же вы ждете? Присоединяйтесь к приключениям прямо сейчас. Ссылка на игру в описании, а QR-код для скачивания на экране. Итак, нам нужно повторить этот торт один в один, как в игре. Во-первых, нам нужна зеленая тарелка. Я нашел очень похожую. Дальше подкладка под торт. Мы распечатали схожий орнамент на вафельной бумаге. Она полностью съедобная. И вправду похожа на безвкусные вафли. Перекладываем на доску. И с помощью скальпеля вырезаем нужную часть. Готово. Две таких половинки выкладываем на тарелку. Дальше нужны коржи. И судя по этим кусочкам, они с добавлением фисташки. Поэтому мы испекли фисташковый бисквит. Достаем его из духовки. А когда остыл, освобождаем из формы. Первым делом срезаем верхнюю часть бисквита. Она нам не нужна. Как видите, в бисквите кусочки фисташки. Прямо как на картинке. Теперь нужно разделить бисквит ровно на два коржа. Готово. Выкладываем первый корж на тарелку. Следующий шаг это крем. Сделаем его на основе жирных сливок. Нам нужно чуть больше половины упаковки. И на плиту. Доводим до кипения. И супер горячими сливками заливаем белый шоколад. Перемешиваем, чтоб шоколад расплавился. И в конце пробиваем погружным блендером, чтоб не осталось ни одного комочка. Есть. Чтоб получить такой же оттенок крема, как в оригинале, добавим буквально чайную ложку фисташковой пасты. На кусочки нарежем мягкое сливочное масло. И тоже добавляем в крем. В финальный раз перебиваем все блендером. Все, отправляем крем в холодильник на 3 часа стабилизироваться. По итогу получается вот такой густой крем. Перекладываем его в кулинарный мешок. И по всему периметру коржа отсаживаем крем. На центр же коржа выливаем всю упаковку натуральной фисташковой пасты. И немного распределим ее. Далее накрываем вторым фисташковым коржом. Мы поменяли насадку, чтоб форма крема была более схожей с тем, что было в игре. Продолжаем отсаживать шарики. Здесь нужно заполнить кремом весь ярус. Дальше нужно повторить цветы. Сделаем их из мастики фиолетового и белого цвета. Просто раскатываем скалкой до тонкого состояния. И с помощью двух штампов в виде цветка выдавливаем нужную форму. Готово! Осталось с помощью специального инструмента для мастики загнуть лепестки. Соединяем два цветка. И добавляем шарики в виде пыльцы. Мы сделали два таких цветка. Один крупнее, второй поменьше. В качестве листьев используем мяту. Раскладываем ее листы поверх крема. А дальше сами цветы. Следующее, что нужно повторить, так это три чудика. Их мы сделали тоже из мастики и покрасили пищевыми красителями. По-моему, получилось очень похоже. Выкладываем на торт синего чудика. Затем оранжевого с очками. И зеленого. Далее лист, похожий на кувшинку. Его мы тоже повторили с помощью мастики. Устанавливаем за торт. Надпись и птица. Надпись у нас выполнена в виде пряника с сахарной росписью. К нему на зубочистку прикрепим птицу из мастики. И аккуратно устанавливаем на торт. Следующая деталь, вот эти красные ягоды. Мне они напоминают клубнику. Поэтому ее мы и будем использовать. Устанавливаем две штуки прямо в крем. Фиолетовые лепестки. Их мы тоже сделали из мастики. Раскладываем в нужные места. Дальше идут фисташки. Мы взяли чищенные и соленые. Устанавливаем их между пиками крема. И посыпка по центру торта. Чтоб повторить это, используем шоколадные лепестки. Итак, сравним торт из игры Genshin Impact с нашим. Сходство 99%. Это очень похоже. На приготовление этого фисташкового торта из Genshin Impact ушло целых полдня. Но я очень доволен результатом. Давайте же отрежем кусочек. Вот таким торт получился внутри. Видно фисташковую начинку. Давайте наконец-то пробовать. Это супер вкусно. Люблю, когда ощущается вкус именно натуральной фисташки. А не химуза запаха марципана, которую пихают во все десерты из магазина под видом фисташки. В Genshin Impact настолько много разнообразных блюд, что мы решили повторить еще одну, на этот раз соленая. Я выбрал лепешку Мора. Мне очень нравится, как проработанная игра. Ты можешь купить готовую еду за деньги, а можешь, добыв нужные продукты, приготовить самостоятельно. Я играю в Genshin Impact уже несколько лет. И мне очень нравится максимальное взаимодействие персонажа с окружающей средой. Тут можно залезать на горы, плавать, бегать и парить по прекрасному миру, наслаждаясь пейзажами Тейвата. Причем здесь совершенно разные регионы, с разными городами и климатами. Здесь есть пустыня, джунгли, заснеженные горы и в каждом городе разные рестораны с новыми блюдами. В общем игра максимально разнообразная. Постараемся приготовить эту лепешку один в один, как в игре. И начнем с мяса. В игре использовалась свинина. Будем готовить ее в вот такой мини-мультиварке. Отправляем в нее гвоздику, кардамон, корицу, анис, зеленый лук, чеснок, имбирь, чили, гранулы куриного бульона, соевый соус, китайское кулинарное вино и соус хой син. И в этот китайский замес отправляем два куска свинины. Накрываем крышкой и включаем нагрев. Будем готовить так свинину полтора часа. По прошествии времени свинина готова, а жидкость превратилась в полноценный соус. Нагрев можно выключать. И перекладывать мясо на доску. Нарезаем свинину глазури на более мелкие куски. Дальше нужно повторить лепешку. Для этого нужна мука, дрожжи, масло и теплая вода. Замешиваем тесто. По консистенции получилось чуть плотнее, чем для хлеба. Теперь кусок теста нужно раскатать, чтобы по форме было похоже на лепешку. И отправляем на сковородку. Накрываем крышкой. И буквально через 2 минуты можно переворачивать. Снова накрываем крышкой и подрумяниваем вторую сторону. Готово! Снимаем сковородку с плиты. И отправляем допекаться в духовку буквально 12 минут. Лепешка готова. Осталось ее только разрезать вдоль. Выкладываем на нее мясо. Нам не хватает зеленых кусочков. Поэтому сделаем их из болгарского перца. Нарезаем его на кубики. И отправляем обжариваться на сковородку. Пассируем буквально пару минут. И готово! Можно добавлять поверх мяса. Соус будем использовать оставшийся после приготовления мяса. Все, можно накрывать второй половиной лепешки. Сейчас нам не хватает вот такого значка. Мы распечатали его тоже на вафельной бумаге. Для того, чтобы он прилип, смазываем лепешку водой. И приклеиваем значок. В игре лепешка мора подается в конверте. Мы сделали такой же из пергаментной бумаги. И подадим лепешку мора прямо как в игре. Осталось добавить чуть больше соуса, чтобы он вытекал прямо как в игре. Итак, лепешка мора в игре Genshin Impact. И в жизни. Сходство где-то процентов 80. Все-таки нужно было делать значок побольше. Но в целом, если не придираться, то получилось прям похоже. Давайте оценим лепешку мора на вкус. Мясо внутри лепешки кисло-сладкое и нереально вкусное. А благодаря соусу это очень приятно есть. Последняя игра на сегодня Fortnite. Для получения брони в этой игре нужно выпить зелье. Именно его мы сегодня и будем повторять. Для этого нужно прям много ингредиентов. И без блендера здесь нам не обойтись. Первым делом сбрасываем в него кубики льда. Дальше ягоды голубики. Напиток Prime со вкусом голубой малины. Заливаем в блендер. Следующим будет сироп Blue Kurosawa. Он сделает вкус еще более насыщенным. Голубой краситель. И самое главное, пищевые блестки. Добавляем пол баночки. Накрываем крышкой и включаем блендер. Готово. Нам нужен точно такой же графин, как Fortnite. Берем наш концентрированный напиток и наполняем даже меньше половины графина. Остается последняя, сильно газированная вода. Она разбавит наш концентрированный напиток и добавит пузырьки газа. Накрываем крышкой. Итак, сравнение зелья из Fortnite с нашим. По-моему, получилось один в один. Как же мне нравятся эти пищевые блестки, бегающие внутри напитка. Давайте же наконец-то попробуем это зелье. Броня у меня не появилась, но на вкус зелья действительно вкусная. А я напомню вам об игре Genshin Impact. Здесь очень много крутых разнообразных персонажей, каждый из которых управляет разной стихией. Крио, Дендроу, Пиро, Гидро, Анимо, Электро и Гео. Быстро переключаясь между персонажами и комбинируя стихии, можно нанести эпический урон. В игре очень увлекательная сюжетная линия с разными заданиями и прохождениями боссов. Также Genshin Impact славится своими музыкальными альбомами, отмеченными наградами и концертами мирового класса. Не забывайте обновлении 5.0 и о праздновании годовщины. Это ваш последний шанс получить бесплатного 5-звездочного персонажа в этом году. С каждым юбилейным обновлением будут доступны новые постоянные 5-звездочные персонажи. До окончания версии 5.0 играйте в Genshin Impact, чтобы получить 1600 камней истока и крутые подарки в честь годовщины. Скачивайте игру по ссылке в описании, либо по QR-коду. Также не забудьте воспользоваться бонусным кодом на экране. У каждого путешествия есть свое начало, так почему бы не сегодня. Пишите в комментариях, еду из каких игр вы бы еще хотели увидеть у меня на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!